Всем привет! Экокосм начал осваивать новый для себя жанр. Это жанр телевизионный. Мы сейчас снимаем программу, снимаем, как мы обсуждаем очень важные проблемы. Сегодня не факт, что они связаны прямо напрямую с экологией, но они, по крайней мере, связаны со всеми нами, очень важны. И вот мы собрались и готовы, готовы работать. Ура, товарищи! Сегодня мы решили заявить такую очень важную злободневную тему. Это взаимоотношение науки и нас с вами, общества. Тема звучит наука и мы. Мы хотим поднять очень важные темы. К сожалению, формат нашего мероприятия не позволит поговорить о всем. Но какие-то важные темы, связанные с взаимодействием науки и общества, мы затронем. А сразу расскажу, что стало поводом для такой темы. В социальной сети ВКонтакте под одним из постов группы Экокосм разгорела жаркая дискуссия по поводу того, как именно можно и нужно использовать научные термины. В частности, есть такой научный термин «экология», который, понятно, что обозначает науку. И, собственно, пост был посвящен тому, что экология — это именно наука. Использовать ее в каких-то других целях, например, обозначать словом «экология» состояние окружающей среды, а тем более плохое состояние окружающей среды, ну просто-напросто нельзя. Но есть другие мнения по этому поводу, поэтому мы, собственно, решили собраться и обсудить. Но такую маленькую тему как-то страшно заявлять, поэтому мы решили расширить эту тему до более глобального. Такое — это наука, общество, наука и образование и так далее. Ну, собственно, я годную часть сказал. Наверное, если кто-то хочет по этому вопросу, ну, такую годную тоже слова сказать, можно приступать к дискуссии. Ну, наверное, я начну так, да, где меня писал, потому что я был тем человеком, который, в общем-то, устроил эту жаркую дискуссию. Она, мне нельзя сказать, ну, сначала была жаркая, мы вдвоем дискутируем. Но она была жаркой. Мы решили перенести более формат. Я, как бы, стал Дима использовать в том плане, что, да, он, с одной стороны, это правильное утверждение, что есть, он, как вам, привел ссылку, что где-то в 90-е собирался некий совет, который утвердил, что считать экологией. Какое определение, что это раздел биологической науки. Я сейчас, у меня нету, вот Дима, может, есть, он может где-то ответить, как это правильно считается. Но все мы знаем, повсеместно слышим. С экранов телевизоров, страниц газет, везде идет плохая экология. Экология, то есть, использует в совсем другом понятии. И тут, как бы, нужно говорить о том, я начал говорить, что экология выросла из тех штанишек, которые ей задал когда-то Геккин. То есть, если кто не знает, да, Геккин, в 1866 году, не помню, когда получили, он этот ввел термин «экология». То есть, эхо с домом, да, много слова, наука, да. И изначально он вообще призывал только науку, об отношении получили живых организмов с окружающей средой. То есть, вообще, совсем не то, что зачастую сейчас, когда для этого плохой экологии, представлены некие какие-то дымящие заводы, и все. Изначально это призывалось о том, как некий крот или кто-то еще существует, вокруг него есть биогенные, биогенные факты, да, то есть, и другие животные, есть вода, почва, воздух, как они взаимодействуют. Совсем другое. Но постепенно термин совсем преобразился. То есть, как, например, ну, таких терминов, в общем-то, много, даже в тех, которые научны. Скажем, я там приводил, например, химия. Все мы знаем, что многие тоже употребляют слово в совсем другом понятии, если, допустим, вы стоите в магазине, и кто-то берет какой-то колбасу, ну, тут одна химия, или еще что-нибудь. Ну, скажем прямо, в любом из... Любую, как вы возьмете, колбасу, там везде одна химия, мы сами химия. Что называть? То есть, так тоже мы совсем правильно употребляем. Химия – это наука. И говорить, а... Или там вот эти заводы, они одну химию выбрасывают. То есть, здесь термин уже живет своей некой жизнью, скажем, бытовой в обществе, который понятен всем людям абсолютно, и загонять его, мне кажется, обратно в рамки того, что-то учебник, либо некая какая-то группа людей, которые считают себя... Ну, собралась где-то, да, ведущий сказал, ну, считаем колбасу только вот так. Мне кажется, они совсем правильные. Колбасу уже намного шире, вот я там тоже пройду пример, что сопоставимо с понятием философии. Сейчас тоже сложно понять, что философия – тоже, в общем-то, наука. Но она настолько, допустим, есть так, ну, то, что я знаю, философия футбола, говорю. Ну, тоже это какое-то... Сейчас тоже есть экология души, экология пультура, экология, как только не употребляет. В принципе, каждый из этих терминок имеет свой смысл. То есть, он нельзя сказать, что это полный бред, что это экология души, да, а мы... Ну, а я как раз вот, недавно дискутировал в сети «Контакт» с человеком, выкладывал ролики о наших районах. Рассказывал тоже, что человек любит свой город. Ну, как, надеюсь, он собрал, что здесь, да? Вот. Я выкладывал, и к каждому району какие-то характеристики в конце. Он рассказывал с вами достопримечательности, и в конце приводил, по-моему, по центрам, он отметил, что район чистый, ну, не помню, но плохая экология. Вот так было. И я ему даже тогда, как он может быть чистым, но он в плохой экологии. Ну, это важно. Чисто это тут подметают, а экология выбросов. Это в школах плохо преподают экологию. Ну, извиняюсь, экология имеется в виду, что вот заводы не дымят. То есть, как бы, вот у людей это вот стоит. Но то, что мусор лежит на улице, это тоже экология часть, как бы. То есть, не чистота, ну, я бы, это включаю в себя понятие. Так вот об этом-то и речь была, что когда мы понимаем под термином определенным конкретное значение, вот таких казусов не будет. То есть, мы для экологии, да, народ может использовать термины, как угодно, но когда это все расплывается, как там сырое яйцо по сковородке, то получается, что мы натыкаемся вот на какие несоответствия. И когда СМИ начинают выпускать там статьи, сюжеты, и когда там звучат подобные фразы, и человек обычно, он может посознательно уже путаться. Он не понимает, а что, вот мусор это экология или не экология уже, заводы это экология или не экология. То есть, для этого, собственно, определение терминов выдается тогда-то кем-то, чтобы потом не было путаницы. А как раз путаница возникает именно из-за неправильно использованных терминов. Это раз. Второй момент, который я бы хотел заметить, это то, что названия наук, они действительно довольно безобидные термины. То есть, они, ну, если мы как-то перепутаем название какой-то науки, никому от этого плохо не будет. Есть примеры того, когда реально научные термины, они вводят в заблуждение людей и приводят, ну, к определенным таким моментам. Самый яркий пример это определение слова теория, термина теория. То есть, если любой ученый понимает, что теория это вполне уже доказанная такая система знаний, система фактов и так далее, то для обывателя, для большинства обывателей, теория это якобы какое-то предположение, которое еще не доказано. И вот эти казусы, когда, ну, эволюционная, она же только теория, или, там, теория большого взрыва, ну, это только теория. Только теория, ничего себе. То есть, 200 лет ученые над этим горбатятся, и это только теория. То есть, и много таких примеров. Поэтому, лично моя позиция, это то, что, если термин научный, именно мы его понимаем как научный, то он должен оставаться в рамках научного термина. А для бытового использования можно придумать множество других слов обозначения и так далее. Да. Ну, что я могу про это сказать? На мой взгляд, идет такой процесс перетекания научной терминологии в бытовый язык. Боюсь, ничего с этим сделать нельзя. То есть, это явление, которое не подконтрольно ничему и никому, ну, как говорится, язык живая система, живая среда, просто он поглощает, впитывает вот самое разное, иноязычные какие-то слова, терминологию. Чем хороши термины в науке? Однозначно. Вот термины для этого нужны. То есть, когда ученые произносят такой-то термин, все другие ученые знают, что он означает. Когда это переносится в обычный бытовой язык, в живой язык, то вот эта терминологичность теряется. То, что мы наблюдаем с экологией наиболее ярко. Но там процесс же какой произошел? То есть, экология как наука, дальше один из ее разделов это экология человека, вполне правомерно, да, то есть, человек-организм, он взаимодействует с окружающей средой, вот экология человека. Дальше просто укорачивается да просто экология в обычном другого значения. И все. И вот отбрасывая вот эту экологию человека, вы получили ту экологию, которая теперь уже экология души, экология всего угодно. И уже вон на коньяке пишет экологический, на билетах пишет экологичный транспорт. Ну, то есть, это уже вот везде. С этим ничего уже нельзя сделать. Уже все, уже это слово вышло из живой. Точно так же, как вышла химия, действительно, вышел адреналин на каждом шагу уже везде адреналин, гормонов почечников, которые у нас адреналин раш и все прочее. Адреналиновые там аркоманы, которые любят острые ощущения. То есть, да, научный термин имеет какую-то тенденцию перетекать в живой язык и утрачивать свою однозначность. Боюсь, ничего с этим делать нельзя, к сожалению или к счастью, не знаю. А нужно ли такой процесс контролировать каким-то образом и кто это должен делать? Есть сугубо научный термин, который никогда не выйдет никуда. Вот этот выход происходит на на общение науки с обществом, на популяризацию. Вот именно в этом месте. Если ученые хотят вот этой строгости значений слова, они обязаны об этом заботиться. Вот, собственно, наверное, об этом-то и стоит говорить в дискуссии на тему науки и мы. то есть если мы хотим, чтобы наша терминология сохраняла однозначность, то придется ее на самом начальном этапе как-то разжелывать в том числе и журналистам. В основном это журналисты, естественно, выносят это в народ. И кто-то другой. Журналисты очень любят такие термины и через них это все идет дальше. Ну, а если вот более широко брать и искать, да, как говорится, виноватых, мне кажется, это естественный процесс и 20 века такая глуполитация, расширение понятий и получается такая терялись стержни, они расширялись науки и, естественно, переходила одна наука в другой, начиналось взаимодействие между ними и оно перешло на бытовой уровень и мне кажется, в этом нет ничего такого плохого, потому что если наука имеет свой стержень, то люди, которые заинфекционны, они на него докопаются. Получается, это просто такая реклама. Экология у всех ну, как говорится, на ушах, на уста и все начинают думать, что это такое экология и, ну, в конечном счете, мне кажется, тот, кто действительно заинфекционен, он докопается от того термина, да, изначального, с которого оно вышло и что оно оно подозревает. Но это касается не только экологии, но это как сейчас и, возможно, сама вот задача, что такое наука и вы, это тоже зависит от того, как человек определяет себя от науки. Потому что каждый может сделать вывод, что кто-то несет науку, кто-то принимает науку, а кому-то она может быть вообще неинтересна. Как раз-таки вот это взаимодействие, вот этих терминов науки и человека, его личности, она и дает вот эту градацию уровня, что кто-то общается на этом термине на таком бытовом уровне, а кто-то на совершенно на другом уровне, там, с профессиональной точки зрения, с научной точки зрения, и ему важен этот термин. Поэтому тут от людей действительно идет его посыл и уровень даже не образования, а уровень отношения. Допустим, к этому термину человек может быть профессором в одной лингвистике, еще что-то, а к каталоге не имеет отношения, и ему этот термин в жизни, может быть, он и не нужен. Поэтому его используют на обрывательском уровне. Ну, тут у меня все равно два сомнения. Первое сомнение в том, что есть банальное понятие грамотность. мы все интеллигентные люди сейчас очень модно стало исправлять неправильные ударения, ставиться в словах, одевать-надевать, звонить-звонить и так далее. И здесь же это тоже, по сути, элемент грамотности, то есть, как мы грамотно используем термин, ну, только другого немного уровня. И второй момент, вот такие штуки, они же на самом деле отдаляют как раз науку и обычных людей, что на самом деле довольно пагубно. То есть, люди просто перестают говорить на одном языке, друг другу понимать, и вот в первую очередь люди перестают понимать ученых, о чем они хотят сказать. Вот, я вот к этому хочу свести, что все-таки вот этот разрыв надо как-то ликвидировать, иначе мы просто получим в итоге, что есть группа ученых, которая говорит на своем языке и все понимает, а есть другие обычные люди, которые ничего не понимают, ну, ничего, ну, какую-то часть не понимают, живут в своем мире и диалог у них не получается. Я вот с Антоновой. Можно? Да, я с другой стороны иначе все-таки. Вот согласна с вами абсолютно, что нужно определять термены как термены, а обывательские слова как обывательские. И вот я считаю, что между наукой, между учеными и между обычными людьми есть такая связь, как журналисты, которые могут от науки передать очень грамотно обычным людям, потому что, да, ученые общаются на своем языке, у них множество терминов, своих каких-то слов, каких-то понятий, которые обычные люди не используют. А если начинают использовать, то, скорее всего, люди используют их неправильно. Отсюда кинул умное слово, я даже не понял, вообще, что сказал. Я рядом стоял в обе умный человек и он стоит и думает, что я смородил вообще на его умный. Вот. И здесь проблем, наверное, в журналистике выступает, потому что журналисты очень часто действительно неправильно употребляют слова. Та же экология, плохая экология. плохая биология. Вот смотри на человека и говори, вот у него плохая биология. Потому что в школе нам заложили от и до биологии наука о жизни. Ну, плохие гены. А гены могут быть даже плохие. Вот, в школе заложили вот прям базово, что биология наука о жизни. А вот не заложили базово в школе, что экология – это наука о взаимоотношении всего живого, грубо говоря, на Земле. И вот, наверное, вот отсюда уже вытекают всякие проблемы. О школе мы сегодня еще поговорим. Иногда довольно... становится страшно, что могут заложить в школе. Вот. Я хотел бы под это высказывание я бы хотел подвести слова Клэра Мэлоуна, это доктор наук, генетик. Слова очень такие, наверное, соответствующие. Она сказала, что если бы я могла изменить одну вещь, связанную с наукой, я бы поменяла то, как ученые, журналисты и знаменитости информируют о ней людей. То есть, ученые понимают вот эту как раз связь, что она осуществляется популяризация, знаменитости и так далее. Ну, там всем известна речь в Ди Каприо, на вручение было все более-менее грамотно. Я к тому, что... А тут недавно просто волосилась Двин Пентру, по-моему, она там про здоровое питание, какую-то ахинею несла во всеуслышание. и там тысячи людей, которые подписаны на ее инстаграм, по-моему, они там начали следовать ее советам и там получили себе проблему в жизни. То есть, на самом деле, вот наука должна учиться каким-то образом продвигать вот свои достижения, свои идеи через вот эти каналы. То есть, это популяризация, это знаменитость, это журналистика в первую очередь. Ну, а если рассуждать право продолжения этого разговора, то, мне кажется, каждый из людей живет на своем языке и воспринимает и передает информацию. И также художник может сказать про экологию на своем языке, да, там, образом картин, скульптур, еще чем-то. И поэтому не только вот журналисты, да, если брать мысль о том, что они должны значить, они такие же люди, они также общаются на своем языке и они могут быть также следующим вопросом в частности экологии. И поэтому вопрос как раз как и ученые. Нельзя, мне кажется, марку кидать, что вот ученые, они говорят на своем заумном языке. Они такие же люди, они могут также доносить информацию до людей и вопросы, которые они изучают и более сведущие, допустим, знающие, они, как говорится, простым обывателям в этом вопросе могут также на простом языке доносить информацию. Они обязательно используют вот эту сложную терминологию, как мне кажется. Да, безусловно. Я хочу сказать, вы журналистов? Вообще, задача журналиста разобраться в проявлении и гарантии для читателей именно то, что хотел привести ученый. То есть, он как в проявлении. Художник также может разбираться про время и не носить. У него свое видение в этом. И мы все доносим. журналистов вообще не предвзято в проявлении. четко нужен. Но мы меня как передвижали чешно. Задача журналиста как раз предсказать, когда он говорит о каких-то фактах, предсказать не садовичное отношение, а изложить факты доступные. Не всегда ученые могут это сделать, потому что ученые действительно есть свой децепр, профессиональный, и он не всегда понятен обыватель. Но на самом деле я могу сказать как преподаватель, что разговаривать даже со студентами, которые учатся на моей специальности, мне гораздо проще, чем со студентами или со взрослыми людьми, которые не имеют отношения к моему профилю. Не всегда ученый может изложить доступными словами обывательства какого-нибудь рабочего тракторного завода какие-то условные вещи. А профессионал журналист как раз должен это профессиональное умение должно проявляться. Мне кажется, здесь в самом начале прозвучала такая мысль о том, что если ученым это не нравится, вот почему какая-то группа людей должна диктовать другим как правильно произносить термин. По сути дела получается ситуация такая, что какая-то группа людей, журналисты неправильно трактует термин и выносят это в большие массы, сами не забравшись при этом, и от этого получается такая ситуация, когда ученые начинают возмущаться, что их термины варили. Сейчас так сложилась ситуация, мы свалили сейчас общество, ну как бы если мы все с вами не они неправильно. Ну вот так получилось, что журналисты преподносят нам неправильно термины, и мы поэтому их неправильно понимаем. мне кажется, превращаясь в экологию, почему используется, мне кажется, не совсем удобный термин, в начале сказал, что когда говорят плохая экология, именно это плохое состояние окружающей среды. Но вот этот термин, плохое состояние окружающей среды, он с точки зрения журналистов экология очень ярко, хорошо, одно слово, я просто хочу сказать, что в принципе даже в английском языке есть environment science, есть ecology отдельно, две разные, то есть environment science как раз в науке об окружающей среде, ecology и это два, ну они естественно переклетены термины, у нас равнозначенного понятия, синонима environment science в русском нету, я знаю, что пытался ввести если кто-то знает, да, Реймис Николай Федорович был такой известный повод у нас в России, он пытался ввести в 90-е термин следология, созеология, он как-то меня не слышали никогда, вот он как раз пытался, у него еще больше было, гораздо больше термин, если откроете, заинтересуйте, он очень много придумал научить, мне кажется, ему даже была фишка есть люди, которые любят выдумывать, у него наверное штук-сорок названий для разных наук придумал, как-то вот, в том числе как раз было следология, примерно то, что мы сейчас подразумеваем вот тем, что, а созеология, он как раз защита, созе, это защита с греческого, то, что сейчас понимают экологии, когда пытаются... Но это опять определение наук, все-таки проблему мы не определяем. Я к тому, что термин как раз нет, нет хорошего термина, который... Если говорить именно понятие экология, это своеобразное грендовое понятие, существует такие грендовые понятия, которые в общество специально, соответственно, у нас есть тренд, и его подкрепили именно проблемой загвязнения окружающей среды, и выстроилось у массовой аудитории ассоциативное мышление, экология, проблема загвязнения, соответственно, экология, грязь, логично, мне кажется, это все исходит с этим. Я бы хотела сказать по поводу того, что шмога не имеет у этого слова несколько значений. Вы знаете, как по крое словаре открываешь, и по первое, второе, третье значение. Как бы это же не меняет, насколько сильно это влияет. Возможно, мне кажется, что это не сильно влияет, просто, если мы будем держаться на такой вот термин, то не отдалить ли это ученых от общества, потому что так и стремлят отношения. И, допустим, если мы будем так называть экологию так, мы все знали, что вы представляете за слова. Получится так. Наука и общество вообще не разделимы, по сути, без общества они будут науки. вот как раз хотел добавить, что ты сказал про грамотность, то есть мы должны говорить грамотность. Но если перевести исходное, грамотность, в языке понимается, то язык у нас меняется, взаимодопомощность, вот сейчас кофе стал он, у нас вели такой термин, сейчас все обмучены. Но лет через 50 все говорят, ну, конечно, молодцы, да, он у тебя может, и так же мы сейчас отойдем лет на 50, и лучше правило, мы с Яртубрали еще что-то, и все говорили, это неправильно. Ну, Анна, я, 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 я тоже добрый, я за ним баланс. Вот видите, вот уже начинается, там, файфа-хлоп появился у нас, как правильно писать, и все, ввели, какие-то новые правила, понимаете, пришли, большевики, яти, убрали, кучи. Парашют можно писать, нам сейчас кажется, нас учили, да, жюри, парашют, да, а теперь поменялось, как бы теперь, то, что я учил, это уже не грамотно. Ну, то есть, ну, или так можно. Да, ладно, можно и так, и так. Ну, вот, я говорю, в экологии можно и так, и так. Ну, это тенденция к упрощению, ну, давайте все, вообще, упростим, и вот, до самого. Мне кажется, это тенденция к расширению. Почему упрощению? Мы же суть сам стержа не теряем, он остается, и терминология остается. Мне кажется, идет общение науки и общества, то есть то, что идет. Она уходит. И, ну, тут просто надо следить за чистотой, получается, это понятие. Мне кажется, это уже просто становится, просто становится проще, вот. Становится проще в запоминании, в изучении, то есть, если раньше нужно было сидеть, ковыряться в учебнике, не знаю, писать конспект о том, что это нужно говорить так, а не иначе, то теперь, Ольга, какая разница, сложу его в сторону, можешь говорить и так, и так. Ну, мне кажется, в этом ничего хорошего не будет. Все равно должна быть какая-то система. Проблема образования, и, ну, в частности, там, с собой, который человек пишет, как-то на подход. А как задать задачу, и так и копать? Ну, возможно, но я все равно за какую-то систему, за какую-то определенную. Хаос, я думаю, я. Да, а то, допустим, мы сейчас живем с подругой, и у нас творог и творог. Она говорит творог, я говорю творог. И вот иногда она мне скажет, творог будешь, а я с тобой даже не понимаю, что она хочет. Она уже какое-то непонимание идет. Даже вот на таком, наверное, на бытовом уровне, если я рассматриваю эту проблему. Ну, да, понимаете, такая штука, что, если бы проблемы не было, и она, на самом деле, она же не российская проблема, международный конгресс экологический, эту проблему реально обсуждал в начале 90-х годов. И был вариант, чтобы разрешить, как бы, экологию, то есть, дать ей несколько определений. Но в итоге, все-таки, может быть, сыграл консерватизм ученых. Может быть, реально доводы какие-то были, но все равно за экологию оставили все-таки научное определение. А я считаю, что правильно. Я бы, если бы ученых была видела, если бы мою науку, разрешили бы ей быть вообще всем, чем угодно. Это логия, это вот прям вот здоровый корень наука. Тут даже расшифровка названия, она как бы, она сама по себе это название науки. То есть, с химией, может быть, еще можно попросить. Как бы была идея философии футбола, филы – это любовь, собственность, это любовь к мудрости, по сути, получается. Соответственно, любовь к мудрости, для тебя. Любовь к мудрости. Ну, как-то, мне кажется, это можно. Ну, безусловно, это до сухи иногда находит, но тем не менее. Мы забываем про то, что мы можем, и журналисты могут использовать кавычки. Экология души, да, пожалуйста, это поэтическое какое-то это, но мы можем поставить кавычки, а можем не поставить кавычки. И это уже совершенно разные вещи. То есть, кто-то должен к этому не подразумевать. Как можно сказать, вот философия, а также к слову теория. Просто, почему нам проще воспринимается, да, что сейчас это бытовые слова, и та же теория, да, есть, грубо говоря, и ученые вполне употребляют теорию и практику, противопоставление. Все понимают, что в данном случае, значит, слово теория, оно вообще не означает какое-то учение, да. Вот, это просто совокупность знаний, да, грубо говоря, то, что не применяется на правиле. Почему проще воспринимается? Потому что термин введен давно. То есть, это все античные времена, да, поэтому это настолько уже укоренилось сознание всех, что никакого у нас внутреннего непонимания не происходит, когда мы слышим теорию о том или ином случае, да. Вот то, что теория используется неправильно в плане науки, там, как недоказанное нечто, это уже, конечно, по сути, недостаточно как раз-таки образования, да, то есть, в школе и говорится о том, что теория доказана, все это знают, на каком-то уровне, когда это отвечают, да, потом просто забывают. А язык, тут, я не знаю, у нас есть какие-то филологии, есть какие-то филологические, нету, просто Россию очень, я тоже, к сожалению, с филологическим со всем образованием, но просто читал по этому вопросу, как раз по поводу изменений норм, язык очень живой везде, а вот в России он как раз-таки пытается его очень консервативно задать в какие-то рамки, и это ни к чему особенно не приведет, то есть, все знают, да, все, что по произношению там английский, конечно, английский, это абсолютно пример, потому что очень много людей и стран говорят на английском, у них есть свои слова для обозначения одних и тех же вещей, и это изучается на уровне еще школы, да, там мы даже знаем, что метро называется там в штатах Пандаму, да, это банальный школьный пример, и все остальное прочее, потому что язык развивается, есть огромный оксфордский словарь, да, который каждый год пополняется, куча неологизмов, и они не говорят, что вот это какое-то слово, кто-то придумал, надо там это, Киржаков помахнулся 10 раз, они сказали Киржануть и пошло, то есть, его употребляли в газетах без всяких кавычек, это слово появилось, все, у нас же все, слово экология вошло в язык, это никуда не вец, я думаю, что возможно, если копнуть, окажется, что его употребляли не по назначению очень давно, имеется в виду в России, то есть, не удивлюсь, что если еще на уровне там реально 30-х каких-нибудь годов, где-то есть неправильное употребление, да, и сейчас вот его используют вот так вот, как обозначение взаимодействия чего-то с чем-то, да, то есть, говорят же, человек улучшает экологию, ну, опять же, не науку экологии, но это же не означает, что он улучшает грязь, то есть, экология грязь нет равно понятию общества, есть понятие состояния окружающей среды человека и экология, да, то есть, все-таки не грязь значение, и вот тут можно тогда сказать, что это уже вошло, и задача ученых объяснять, что не только это, что все гораздо шире, все гораздо интереснее и есть, что экологи это не люди, то есть, тут в чем минус вот этого, да, не люди, которые, ну, не люди, которые занимаются только окружающей средой вокруг человека, да, тут в чем минус вот этого всего, что, что такое-то в науке нужно, да, и вот так же с философией, химия, там уже давно употребляют слово химия как взаимоотношения в коллективе, да, там вот химия говорят, вот какого-то, и это в английском тоже так же употребляется, как я быстрее, взаимоотношения, и поэтому, я уверен, что химию тоже давали определение как науку, и кто-то, есть автор, конечно, не смогут произвести, поэтому бесполезно, а так нужно, вот, чтобы организации какие-то людям объясняли, что экология сложнее, интереснее, обширнее, а хотите заниматься окружающей средой, занимайтесь, вот и все. Вот мои пытались. Мне кажется, вот есть. Наш год экологии, и у нас год не науки, а год, ну, вот, как раз, заболезнение, как раз, вот Саша, вот Саша, вот так, вот так, вот так. Это, наоборот, еще улюбило, наверное, с инфекологией, это не слово, спасибо, культиво, с очень, да. Ну, свои философии, да, вот, я думаю, не сли, но мне кажется, то, что даже в рядах ученых, да, очень много научных школ, которые работают даже в частности в экологии, и между ними, я уверен, что нет общего консенсуса, обвинения того, что это значит. Я уверен, что каждый развивает по-своему, и как раз эта экология, наверное, хороший пример, в плане того, что мы пытаемся описать и объять то, что это создано не нами, и вот, получать своим разумом, своим осознанием, своими словами, пытаемся структурировать, как-то описать и привести в порядок просто огромную систему, нашу планету, в частности, даже, может быть, если брать шире, космос, да, экология космоса, там, какое-то понятие, может, меня поругает за это, по-июдь, но к тому, что мы, получается, вот эта проблема, она и возникает от того, что мы, как стикерами, заклеиваем то, что существует, независимо от нас, намного сложнее нас, и поэтому вот эти все пропасти, движущие между стикерами, они дают эту проблему, что можно никого не назвать это, это и это, и по факту, возможно, это и будет правильно, это будет правда, потому что в этом вопросе, может быть, нет истины. Основной вопрос тогда, а почему, допустим, нет такой проблемы с физикой? Физика тоже изучает то, что создано не нами, мы тоже просто присваиваем название и пытаемся на этом разобраться. В чем разница, в принципе? Ну, как мне кажется, что просто на экологию больше, вот как, сказали, что бренд, да, наклепали, да, популяризировали, а то же самое может произойти с физикой. Мне кажется, что уже... Нет, просто, экология более молодая наука, поэтому не сформировался, на самом деле, терминологический аппарат до конца, не могу так сказать, вот допустим, я учился на геоэкологии, назывался у нас в нашем государственном стиле, есть такая специальная, геоэкология, подразумевается там, географическая экология, ну, хорошо подержится, с точки зрения, по-другому, экология ландшафтная была, не было, но я нашел, когда искал учебник, еще, тогда учился, нашел, геоэкологический учебник, был в Московском госуниверситете, и там рассматриваются как геологическая экология, то есть, две, два подхода, внутренне, где все сформировано, на уровне вуза, абсолютно разное восприятие, географическое и геологическое, и разный, абсолютно подход, то есть, они об абсолютно разных вещах, там, в ваших книжках, поэтому очень много, вот я привел, только что Рейнерс, где он предлагал, кучу темных, не один, вот никто не знает, но мы не прижились, они прижились, ну, то есть, он пытался ввести, какой-то еще понятильный аппарат, он не прижился, то есть, физики там уже все-таки давно, там все прижилось, поэтому, мне кажется, в экологии, во многом из-за того, что она стала популярной, только в последнее время, как вот, она стала расширяться, то есть, раньше это были узкие, какие-то биологи занимались взаимодействием, там, это узкая биологическая специальность была, как, я не знаю, какие-то, энтомологи, да, такой уже, не то сейчас энтомологи, или еще какие-то, ботаники, да, хотя бы ботаник есть, отрицательный смысл, а сейчас он стал сильно расширяться, из-за этого, как-то, поплыл понятильный аппарат, и он не сформированный, и в понятии общества, многие эти термины, ну, как вот, нету четкого термина, то есть, у одних групп, значит, одно ученое, общество, может быть, у другой, даже среди ученых, один и тот же термин может быть страшным. Я бы сказал, дело не только в этом, еще и важности для человека, то есть, так выплеснулось в широкую среду понятие ДНК, например, сейчас это куда только не лепит, у нас все в генетическом коде, у нас генетическая память, и все прочее, то есть, то, что сейчас становится важным для общества, в фокусе внимания, это любит, опять-таки, журналистика, и дальше это все идет в народ, ну, не только потому, что оно само по себе молодое, то есть, там, мы взросли, ремокалина кислота, оно вещество, и что? Но так как оно важно, оно сейчас активно исследуется, мы видим вот это вот значение, я бы хотел все-таки вернуться немножко к теме основной, а то мы слишком превратились в родную экологию, к теме взаимодействия науки и общества, вот мы упоминали уже роль журналистики, да? Вот мне кажется, проблема вот в чем, я бы сказал так, в некой экономике этого всего, ну, грубо говоря так, ученым платят за то, чтобы они проводили исследования, журналистов за то, чтобы они писали статьи, делали телепередачи и так далее, нет пока в обществе, почти нет механизма, чтобы ученые доносили до общества что-то, то есть у нас за популяризацию науки почти никто никогда не платит, ученые этим занимаются, и с чистого такого подвижничества. Есть, конечно, очень узкая категория так называемых научных журналистов, это как правило бывшие ученые, которые пришли в журналистику, они бросили, как правило, науку, потому что одновременно и тем и другим заниматься крайне сложно, именно из-за экономических причин, то есть ученых не платят за популяризацию. Да, музыка платит, чтобы они учили своих профильных студентов. На общество ученые работают очень мало, вот именно в плане популяризации, не результатов своей науки, конечно, а именно доведения ее до массовой публики, чтобы все это знали и понимали. И поэтому получается, что журналисты некомпетентны, как ученые, а ученые некомпетентны, не умелы, как журналисты. Они не пытаются, вот. Более того, многие ученые даже сознательно пренебрегают, то есть они как-то так высокомерно очень относятся к этому. Я считаю, что у них вообще не поймут. Да, их не поймут, и вообще зачем этим заниматься, вот мы сидим в своей башне с соновой кости, да, и мы знаем. Я понимаю, что у них задача. То есть, если мы хотим, чтобы эта проблема решалась, надо создавать механизм, при котором, да, простите, за это будут платить, иначе эти будут заниматься просто как хобби. Хобби, они долго не живут и не становятся влиятельными. Влиятельно это будет, когда в этом будет что-то подкрепленное. Но это не только тогда, это должно регулироваться в стадии государства. Видимо, да. То есть, если все это регулируется отдельными областями, это образование, это образование наук, это наука, аналистика, ищи как, ну, по-другому, а интеграции особой нету. И вот, наверное, там уже в этом проблема. Вот смотрите, мы подошли к очень важной вещи, практически мной запланированной. То есть, вот, прозвучало все правильно, и действительно, у нас наука это отдельная область, в России конкретно, а образование это другая область. Но мы все знаем, что у нас есть министерство образования и науки, это общее министерство, управляемое, централизованное. Последние новости. Вот прямо я сегодня в ленту новостей залез на Минобор науки, и что я вижу? Ну, все мы знаем, что сейчас школы сокращают часы, естественно, научного цикла, что физика, химия, биология летят. Физкультуры становится много. Вот теперь новое. Ольга Васильева поддержала идею обведения уроков в шахмат в программу школьного образования. Возьмем, например, Армению, говорит Ольга Васильева. Здесь во втором и четвертом классе обязательно есть шахматы, и у них много победителей по шахматам. То есть... В Калмытии есть уроки, что можно нового. Нет, тут есть уроки шахматы шахматы. То есть мы, по идее, у них есть нереальный ресурс объединения, ну, как бы не объединения, а направление, да, придание вектору науки и образования в одну сторону. И, по идее, все шаги, которые получаются, они, наоборот, разрывают, потому что науки в школах становится много. Мало, вернее, поговорил с тобой. Очень мало. То есть школьная биология отстала от реальной науки уже лет на 60, я думаю, да, если в каких-то областях еще и больше. То есть и разрыв никак не преодолеется абсолютно. Вот. И введение шахмат, это что? Это как шаг куда, вот мне интересно. Куда мы идем? Это не самый плохой вариант. Система тишина, мышление всегда полезно в любом сфере науки. А нет, лишним. Потом приходите к кем-то ты ни был. Ренажер для мозга. Ренажер для мозга, отличный. Просто у меня ущерб, где-то остальные. То есть в шахматы и сократим математику, физику, биологию, вот в шахматы. Как дополнительное занятие это можно... Как бы так. Вот развиваются даже уроки экологии. Есть олимпиады школьные по экологии, но тем не менее они не ехали. Именно занятия не практикуются на общем уровне. Оно есть, но оно не ведется. Ну почему в биологии там такие занятия? Это два занятия раздела экологии. В общем, нет, в школах есть экология выходения. Гагарин полетел в космос 12 апреля 61-го года мы все отмечали государщину в этом саджете у нас на мероприятии были массовые. Потому что сейчас мы похвастаться ничем не можем достижениями в этой области какие-нибудь значительные. А вот тогда все будет хорошо. Нет, все правильно, в полномочном, что тоже там сидят люди, которые отслеживают уровень знаний студентов. То есть что же начинается с недок? То есть вот с первого класса начинаются те люди, которые потом придут и будут управлять наукой, станут академиками, а потом приходят люди в космические вузы для которых они не знают ничего. Я лично не знаю ни одного человека, который хорошо бы знал химию, ой, физику со стокусницей. Хорошо бы знал физику и плохо бы знал астрономию. То есть, понимаете, это настолько две связанные науки. То есть, если ты изучаешь физику, ты автоматически опять же на уровне науч-копа ты астрономию зацепляешь и ее как бы знаешь хотя бы азы. И это интересно, потому что я не понимаю, почему физику сокращают, а астрономию возвращают. Вот это у меня. Проблема в том, что астрономию нельзя выучить из физики вообще или как. Да. А астрономию в школе не преподают. Ну вот по себе все же у меня в школе астрономики преподавали, чтобы сказали про космос, грубо говоря, это была первая-вторая космическая скорость и все. А про такие вещи, как темная материя, черные дыры или межзвездные пространства нам никто не рассказывал. И я про это только читала, но это было настолько мизерной информацией, что я такая «О, классно, но непонятно». Окей, тогда вот как должна наука вести себя по отношению к образованию конкретно? Ну, по образованию в отношении. Просто у нас, я же говорю, прицепление отношения ученым к науке заходит до того, что вот мы ездили на прежущее проект, и нам сказали вбить слово «наука» из названия, потому что оно не пройдет. Люди когда-то видят, они какой-то, не знаю, пунктик что-ли, то есть они реагируют негативно. И то же самое происходит с школой, то есть нет интереса какого-то. Возможно делать преподавателей, которые они могут спить. Опять же, система вся стара, то есть, как мы уже сказали, что то, что преподается, оно уже всегда изжило, то есть нет ничего нового, чем не цепляют детей, то есть они не интересуются. Очень малое количество ребят, которые потом идут и занимаются. Окей, я задам такой вопрос риторический, но на него можно отвечать. Наука это скучно или нет? Нет. Смотря как по этому поводу. Смотря для кого. Здесь необходим стимул. Стимул необходимо дать, допустим, от государства преподавателя непосредственно, которые донесут этот стимул, ну, в другой форме уже, они его преобразуют, это не то, что студентов для стимуков. Нет, стимул это плохая тема. Стимул это что, это раздражитель. А к любому раздражителю мы адаптируемся. И, грубо говоря, вот сейчас классно-классно-классно за стиле, все, аккомодация, нам не интерес. Нам же необходимо добавлять его часто, часто бы отриблять данный стимул. А можно считать материальное поощрение стимулом для развития научных знаний? Именно учащихся, потому что сейчас тренд в государстве, именно поддержание стартаповского такого поведения именно учеников, школ, то есть придумывание каких-то там IT-технологий и так далее. Это хорошо или это плохо? Это сложный вопрос, потому что для нашей страны в основном это хорошо. У нас мало людей работают. Низкие зарплаты, все хотят больше денег. И если, конечно же, подкреплять науку материально, да, в нее пойдет люди, но вопрос, какие люди мне работают. Потому что вот даже по себе сужу, я учусь в мультфильском вузе, я пыталась работать в больнице. Но по тем деньгам, которые мне там платили, я оттуда ушла и устроилась на другую работу. Вообще с интеллиной не связано, мне там платы больше. И с одной стороны, я как бы радуюсь, у меня денег больше, а с другой стороны, я не радуюсь, потому что знаю, что мне идут, это, конечно, классно. Но когда ты участвуешь в процессе, это же намного выше к определенному уровню в плане своего будущего рабочего развития, как я скажу. Вот тут у нас проблемы с теми, главные. Да, да. Мне кажется, что стартап – это классно, стартап – это правильно. Опять же, мы должны в науке, ну, по большому счету, западная наука в большинстве дисциплин двинулась гораздо дальше и по организации науки, и по научной деятельности. И не зря наши МГУшные студенты, даже учащие там, и МФТИшные учащие, учащие в лучших вузах страны, все равно хотят в Оксфорды, в лаборатории, да, конкретно, то есть работать по каким-то направлениям. Не зря у наших аспирантов, там даже при ран, стоит проблема в том, что искать надо проблематику только в англоязычной среде, потому что, скорее всего, там ты найдешь, что это уже кто-то до тебя сделал. Вот. И стартап – это хорошо. Если ты смог сформулировать какую-то проблему и предложить какое-то решение, на которое тебе абсолютно случайные люди, да, стартапы, там, Кикстартер знаменитый американский, да, платформы, на которые люди скидывают тебе деньги, дают тебе деньги, и ты это реализуешь по большому счету сам. То есть ты, ну, конечно, стартап – это далеко не всегда не наука, да, самые разные цели стартапа создаются, да, но это значит, что у тебя есть творческая жилка, организаторская жилка, и ты знаешь, что ты хочешь. По большому счету, вот стимул, да, про то, что говорили, стимул, материальный стимул – это тоже стимул. Плюс, опять же, мы понимаем, что можно быть таким немножко мечтателем, ультруистом, советским ученым, да, таким, который там работает в НИИ круглыми сутками за идею, но таких людей абсолютно, я думаю, что это заложено структурой общества, и можно отследить, их должно быть мало, потому что, если таких людей будет много, общество развалится. А вот людей, работающих за деньги в плане производства, в плане своей обеспечения жизни, гораздо больше. Поэтому у нас и люди идут не в медицину работать, никто не хочет работать санитаркой за 6 тысяч, да, а пойти работать на кассу за 20 тысяч куда-нибудь, да, консультантам лучше. Стимул, да, то есть, по большому счету, только деньги есть, да. Ну, не только деньги, то есть, для кого-то идеи хватит, чтобы быть стимулом, но для кого-то, безусловно, это должно оплачиваться. Плюс, надо понимать, что все равно все мы биологические существа, все мы там хотели продолжать рост, там, кушать, отдыхать, и для этого идей нам не хватит. Ну, в некоторых случаях только может. Вот, поэтому говорить о том, что это плохо, единственное, что может быть плохо вот в этом всем, что это начинается думать только об этом. То есть, вот если школьники начнут думать только как бы мне придумать что-нибудь такое, что не надо было ничего делать, но на что бы мне дали деньги, а вот сейчас вот к этому сводится, к сожалению. Вот это проблема, я считаю, что вот когда люди начинают думать, вот это не зайдет, вот тут надо много делать, а вот если я скажу, что я создам сайт, на котором буду что-то делать, и прошу на это 200 тысяч, а на самом деле сайт не обойдется в 30 тысяч, а на 170 тысяч я куплю восьмой айфон, в сумме. Вот, вот в этом проблема. И вот, вот такому не должно быть. По моему мнению. Ну, да, то есть, тут еще какая вещь очень важная, с новыми трендами у нас в образовании стимулированных научным поиском. Дело в том, что, опять же, видимо, чиновники не совсем понимают различия между наукой фундаментальной и наукой, такой, сугубо, прикладной. Потому что фундаментальная наука, она не может никакую прибыль приносить, в принципе, а это какие-то случайности отдельно только. А ее все равно нужно стимулировать, потому что все, о чем вот Денис сейчас говорил, ведь это же не наши разработки. Все фундаментальные исследования по всем вот этим робототехнике, которые сейчас активно там IT-технологиям и так далее, это все западные технологии. Фундаментальные исследования были проведены в Японии, там, в Германии, в США и где только, но не в России. Мы уже пользуемся готовыми. А фундаментальные исследования дают возможность патентов, дают возможность лицензии каких-то, которые потом тоже последствия через какие-то там года могут приносить деньги именно даже государству в том числе. То есть, вот, видимо, сейчас мы просто живем в эпоху перекоса, да, когда все от нас требуют результата конкретного, да, экономического, но, наверное, нужен баланс искать какой-то. Ну, ну, не совсем так. Все, что защищается патентами, это рекламная. Ну, фундаментальная наука вообще далека от этого. Дело в том, что фундаментальные знания в принципе не потентуемы и не защищаемы никаким авторским правом. Это знание о том, что существует без нас. То есть, если мы узнали там, что у нас там ускорение свободного падения равно вот тому же, то этой фразой не может быть защищена ничем. И вот эта база фундаментальная, да, в нее везде, на все время просто вкладывается. На нее тратят деньги, не ожидая никакого возврата. Ну, начиная от грантовой системы, которая сейчас нам так знакома, и заканчивая советские системы в этих НИИ, которые, можно говорить, как угодно, там эффективны они или нет, но они же были биткомными это оборудованием. Там было полно людей, и причем далеко не все там были гениями. Но остальные создавали некую информационно, что-ли, психологическую, даже санитут для работы этих гениях. Они были у них на подхвате, и вот эта вся система работала, конечно, очень неплохо. Именно на фундаментальную науку зачастую. Но и на прикладную тоже. Сейчас эту систему все вынавалили. Грантовое финансирование у нас в Угре совсем не так, как на Западном. То есть, Западная грантовая система такова. Есть базовое финансирование, которое всегда есть. Всегда есть. Если ты работаешь в науке в каком-то, например, университете, то ты не сидишь там просто так на одной зарплате. У тебя есть оборудование, есть деньги на исследование, но они сравнительно невелики. Вот когда ты вышел на какую-то интересную тему, ты можешь делать какое-то законченное исследование за конечный период времени, тогда ты просишь на это грант. Покажешь, да, вот я наработал, теперь мне за три года надо доделать вот за результатом. И тебе дают тогда уже хорошие деньги на это. У нас же он говорит, так, ученый сидит вообще без денег, если он получил грант, у него есть сравнительно немного денег там, чтобы что-то сделать, и все, и дальше он опять сидит без денег. Такая система работает очень плохо. Это какие-то импульсы. Вот ты раз, сделал, который мог, и замер. И так все сейчас движется. Но это проблема локальная, проблема России на сегодня, где власти не заинтересованы наукой. Наука не нужна властям для пополнения там, так сказать, их финансовых ресурсов и всего остального. Мы зарабатываем не на это, честно скажем. Вот. Поэтому, да, а вот вопрос о взаимодействии науки и общества, там другой немного механизм. Все-таки тут вот тоже надо разделять науку как процесс познания нового и научные знания, которые уже созданы, которые уже есть, но мы должны их доносить. Вот в образовании мы же не занимаемся наукой непосредственно. Сейчас, правда, есть, конечно, такие интересные тенденции, когда в школе какие-то научные проекты вводятся, такие очень, я бы сказал, честно, всем же научные, такая игра на тему науки. Но, с другой стороны, да, с другой стороны, они как-то, чтобы ознакомить детей с тем, что такое исследование, хотя зачастую это... Три человека потом все равно в эту науку упадет, на которой вставление. Но я бы сказал, что часто все это выглядит так, что у детей это вызывает недоумение, они думают, что вот это и есть наука. Но часто учителя создают просто видимость, прям откровенную видимость. Детская наука должна от взрослых отличаться только масштабом, ничуть ни методами, ни подходами, только масштабом. Да, а часто это такая видимость, там тема глобальная, огромная, уровень, никакой, ничего нового они не находят, но имитируют, маленькая, маленькая, маленькая тема, но обязательно с познанием чего-то, чего не знали раньше. Вот тогда это наука, тогда это вид. Вот. А что касается популяризации, мы говорим о популяризации научных знаний. но хорошо это могут делать все-таки люди из наук, профессионалы, специалисты. Зачастую, кстати, это не обязательно прям такие большие ученые, это именно специалисты, хорошо знающие тему, работающие в ней, ну, даже не обязательно, чтобы они сами делали какие-то глобальные открытия, они просто должны быть очень компетентны, да, очень компетентны. Научные журналисты. Ну, как и научные журналисты, но без них и становятся научные журналисты. Я вот, собственно, говорил о том, что у нас нет пока механизма их формирования этого слоя. Это есть просто отдельные энтузиасты такие, немножечко сдвинувшиеся на этом, да, и они этим занимаются, ровно так же этим занимаются люди, сдвинувшиеся на уфологии, например, и мы знаем такие примеры, да, тоже люди несут знания, так сказать, которые нравятся, да. Нету с федического взгляда, которая, да, встречала связь о ненаруне с массами, да, науне с публикой, вот так разработанная вся и не стоит. Как же образование должно стать... Нет, нет, образование это не делается. Должно делать. Может быть, тогда надо ввести какой-то, может быть, отдельный раздел журналистики, который вы занимался бы, который вы... Нет, карьератизмена не получается в России делать. Друзья мои, у нас, во-первых, заканчивается время, а во-вторых, мы еще раз подошли тоже к очень важному вопросу, который он тоже как бы риторический, но я попрошу вас так общими усилиями ответить. Вот наша экологическая инициатива сырано-московительная как Космо, она может служить вот этим промежуточным звеном между наукой и, соответственно, нами, обществом? я считаю, туда, по-моему. Может, он уже нахват. У нас мало слишком здесь, и это капля, даже не капля в море, боже мой, капля в капле, капля в море. И так, мы на этой оптимистической ноте заканчиваем, надеюсь, что вот это обсуждение, оно всем понравится, я не знаю, что надо говорить, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, мы ждем ваших комментариев, и если это понравится, мы, конечно, будем продолжать этот формат, но уже не будем, наверное, заявлять не такие глобальные, сложные темы, а уже что-то частное, да, и думать о чем-то интересном. Всем спасибо, до новых встреч. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok